И поняли за Ефая. Потому что на самом деле многие разобрались в том, что иудейская традиция и позиция Бога не приносить людей в жертву. Это противо Божьих вещей. Поэтому я еще скажу так. Помните, если семья должна принести вот это и это и это. Если не может, может принести вот то, то, то. Если она еще бедная, то позволяется сделать это и это и это. За этот же грех можно сделать и другое. То есть, другими словами, у Бога есть выход из любой позиции, которую мы заменим в направлении. И о Самсоне мы уже, надеюсь, не будем говорить, потому что нужно двигаться дальше. И мы переходим к последнему судьи Израиля, которого называли царским судьею. Да. Потому что он тот, кто первый вводит позицию царя в систему Израиля. По-английски оно красиво звучит. Самуил, он был рожден тоже, можем говорить так, с Божьим обетованием. Не Бог давал обетование, а человек давал обетование Богу на том, чтобы разрушить вот это проклятие бесплодности. И Ханна, которая приходила в Шоу, место, где поклонялись Богу, приходила туда, в Скинию, где она стояла, и там она помолилась Богу. Мы понимаем, что она была в трауре, и Илья говорил, типа, отрезвись. Ну, наконец-то, отрезвись от всего этого дела. Мы понимаем, что момент такой, где стояла Скиния в собрании мешкан, до его появления, вернее, до его взятия в плен, и потом восстановление царем Давида в другое место, вот этот период, 360 лет Израиль приходил на поклонение в одно и то же место. Это не пустыня, это такое более-менее интересное место, но находится на возвышенности, но вокруг еще горы, где Израиль рассадился вокруг, когда приходили на праздники, и там происходило же это приношение, там приносились за людей, за их грехи, жертвы, и очищение было. Там были как бы праздники такие. Вот книга Самуила, она покрывает примерно 115 лет времени. А это означает, что первая-вторая книга Самуила, или у нас называется первая-вторая царств, да, то говорится о том, что первую книгу, может быть, как бы участниками этого описания был сам Самуил. Но вторая часть, может быть, и самим Давидом, потому что чаще всего там описываются дела Давида в этих местах. Очень интересная книга, потому что здесь начинается с того, что... Пророк, то есть, как бы пророчески начинается новая эра жизни Израиля. Как бы намечается проекция на вечного царя. Понимаете, да? То есть, с этого момента начинается проекция Бога, как бы того, который будет вечным царем. Хотя и до этого было. Мы видим, что народ начинает просить у Самуила. Вернемся еще раньше. Самуила привели в Мишкан, где служили перед Богом. Вы должны понять, что очень часто люди рисуют, что это как бы было сооружение, там были, ну, типа, как будто целые постройки. Но Мишкан – это было место, или та палатка, которая была при Моисее. Это было то место, где оно тряпочное было, из шерсти, из всего, оно было разных двор. Был святое, святая святых и так далее. То есть, эти места, оно было, ну, как бы сказать, большая палатка. И там служили сами вот священники. Сам Самуил, он служил при этой скине. Мог ли он служить как священник там? Нет. Да. Так, получается, что он, будучи младенцем, да, он спал где? Где? В палатке. В палатке. Мог ли он туда войти? В какой двор он вошел? Он у священника был? Он спал у священника в палатке? В священника. Наверное. Может быть, там были какие-то другие постройки. Но здесь идет речь о том, что чаще всего, чаще всего мышление людей идет, что Самуил, как бы, занял место Илии. Но это не так, потому что он был пророком, да, и был последним судьею по причине того, что было, о нем разнесалась молва. Извините. 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 Народ сказал, что дай нам царя, как у всех народов. Интересная фраза, что они говорят Самуилу, чтобы он дал им царя. И если вы помните, что Самуил идет, как бы, плачется перед Богом, что вот они захотели, и Господь говорит, ты сделай, как они хотят. Они не тебя отвергли, они отвергли меня. Предусматривал ли Бог, что такое будет? Еще раз. Нет? Или да? Да. Да, или нет? Ты уверен? Вы говорите, предусматривал ли Бог о том, что так будет? Да. А хотите увидеть? Нет. В Левитом. Когда они войдут в землю, и захотят они иметь царя. Царь должен быть. Ага. У Бога никогда не бывает случайностей. Вот они отвергли меня. Теперь поставим царя. То есть, как бы, предупреждение. А Моисей заранее знал об этих вещах, и он начинает говорить, каким должен быть царь. И фактически здесь, если вы откроете это место, где Самуил начинает говорить об этом, то вы найдете о том, что он начинает отговаривать их от того, чтобы иметь царя. Он говорит им ужастики, которые очень напугали народ, вы будете отдавать своих юнцов в армии, вы будете его кормить, все его желания исполнять, девицу на кухню ему отдавать, платить свои данные с десятиной, еще десятиной, и так далее. Он будет идти на войны, вы должны будете это все снабжать. Хотите такого царя? То есть, типа, с Богом легче. То есть, одну десятину, как бы, исполняя заповеди. А здесь еще надо его содержать. И люди говорят, хотим.